У него прям хорош, такой хороший. Ой, но шансы у них, конечно, более-менее равные. Плюс у Соника, видите, рейс-ранкинг пониже, у World Wide Ranking тоже пониже. Так, Миша, пока пауза, подскажи. Вот есть козел, Дима и Вардин, а играют когда-нибудь под мой какие страты? Конечно. А то, потому что это не видно совсем. В Мироре постоянно. Хорошего стрима. Ну, Патма плоха тем, что она довольно пассивна. Чаще всего она появляется в качестве героя поддержки где-нибудь в Лейте, если мы не говорим о Мироре. А вот в Зеркальном Мэтчапе, где Эльф идет на Эльфа, там, конечно, с Патмы вообще я бы стал начинать. Если вы там играете Мирор и пытаетесь понять, что делать, начинайте с Патмы, вам будет довольно просто на определенном уровне играть еще из нее. Патма, два барака, погнали. Там дальше развилки, развитие, всякие застройки, экспанд после одного барака, или там какие-нибудь переходы в Т2, более хитрые, но Патма, два барака, это классика Мирора. Особенно на картах, где есть фонтаны. Начиная с классического Лос Темпл, Патма вообще доминировала в Мироре. На ЛТ никто нормальный из топов, по крайней мере, в первые года, пока там... Не, на ЛТ вообще нормальный из топов никогда не играли во что-то, кроме в Хантрес. Ну, по крайней мере, на хорошей дистанции, так скажем. То есть, а эта страта была всегда хороша. Пытались там, конечно, играть через какой-нибудь воздух, типа Феррика, были интересные проходы. Гиппогрифы, опять же, там Димка с Медведей, экспанд, какая-нибудь халява. Но если ты не строишь на карте типа ЛТ Хантрес, то ты отдаешь центр. Вот и все. На таком уровне Патмудова-Барака можно против всех катать. Не, в Мироре эта страта все равно актуальна. То есть, ты можешь даже на тупо уровне увидеть Патмудова с Хантрес. Так, учитывая, что у нас вебка не работает у второго товарища, я бы попробовал в этот раз чатик немножко сдвинуть, чтобы он не прикрывал. Да, там улыбается, вебки нет. Начинают они стандартные Димон Хантеры, одинаковые предметы. Ну и Спаррелл мог за орков же, да, сыграть, выбрал эльфов. Он же раньше играл только арком, но когда-то свичнулся на эльфов. Типа не очень давно, там полгода, что ли. Насколько я помню. Достал, видимо, его козел, и он решил примкнуть к темной стороне. Точнее, к светлой, нет, к ночной стороне. Ну а что ты, манавер, не прописал, друг? Ну, было же. Сирклитов Нобилити выкупает, а Соник помнит прекрасно. Ну и рассказывал вчера тоже про демона с свинцом. Он здесь посражался исключительно, потому что позиция была хорошая, плюс Арча была. Да, и венец благородства покупает и Соник. Арча подставляет с третьей немножко. Берн у нас чуть раньше, это хорошо. Блин, Грама-то заманил на этот, на Хейр. У Соника не было вижена, он вынужден был... О, можно Арчеме подблочить. Посмотрите. Подожди, подожди, здесь хороший момент для Соника. Ай, плохо подблочил Соник, потеряет Арчу. Да какой Джерман, а ле, этот минус-телепорт? Ошибка грубая, от Спаррелла. То есть он сам выбрал здесь посражаться, непонятно зачем. Харри Поттер, Римбо говорит, послушал стрим ловли от Краффот, Микер решил свистучиться на эльфов. Что там было интересно? Хантерс Холл есть у Спайрелла, а Соник, похоже, будет давить. Но у нас проблема с Нагой. Господи, какая бедная Нага. Ну возьми и виспа, пожалуйста, подблочь. Ну ладно, ушла нормально. А мы пока что... докрепились. Хорошо, Агила выпадает. Плюс 6 Агилы, ребята! А где Древо Ветров тогда? Что собирается Соник делать? Ну на этой карте говорил, что имеет смысл пушить медведей с арчами, но я не... Не, Хантерс Холл пошел. Возможно, он допускал, что будет пуш, но сейчас передумал. Импровь боус, пошли луки. Но зато он собрал два магазина. Да какой пуш? Какой пуш? Сонику не надо сейчас, кстати, идти. Если пойдет, это будет ошибка. Вот надо куда-нибудь... Не знаю, может даже на красную сходить сейчас. Ну или попробовать как-нибудь поймать на криппинге. Ты забыл, что ли, когда Краб пробрел экскал Ла Лайт? А, да, 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 да. Все. Когда Ла Лайт делал все. Просто более показательной была и вчерашняя игра Фогича, когда он против Андеда тоже делал экспанд, криппился с Бараком и еще убивал Акалитов. Ну и это было просто... Тоже демотивирующая штука. Телепорт. Ай, Арчужелк. Ладно. Лорница, пошли. Давай, Соник. Жалко, нас Висп видит. Доедает магазин. По экспе все ровненько. Инвиз пошел. А вот это интересная идея, потому что сейчас оба должны идти типа на красную точку, и можно попробовать стиснуть артефакт. Но противник что-то не ценит красную точку. Не очень хорошо. Противник крепится на шахте. Акиллу, говорит, не взял. Сейчас, возможно, красная пойдет смотреть. Спайрл мог увидеть, что Диман Хантера нет в основной группе. Димка у нас... Инвиз действует две минуты, кажется, да? Вот это хороший момент, друзья. Да. Давай, Соник, 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 не спи! Блин, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Забил, но не взял артефакт. Пипа выпадает. Черт. Блин, проспал он, проспал он возможность. Да, но Мишка умрет тогда Шаве! Да не, не Шаве, друзья Ой, сзади Нага приходит, Арчува убивает Как? Что происходит у Соника? Кто в лес, кто под рова, кто слева, кто справа Оп, еще... Ой, две Арчи, классно Шух, вы видели, какой Форкет влетел? Красиво Беги, 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 ползи, ползи, Нага Ну ладно Ну куда, ну не надо, ну что ты делаешь? Ну Соник, ну что это было? Ой, минус Нага, оооо Блин Ну 50% в общем, либо выиграет, либо нет Потому что тут вообще прогнозировать хрен получится Потому что... Ай-яй-яй-яй Ну Хилвард выпадает, конечно И мы у противника вытащили Сможем посражаться здесь? Давай, Берн, Берн Отлично Арба нужна, да А там Арбу притащили Берн хороший Дирижабль пошел Хилвард Арчу, сейв Спасай Арчу Риджу, вы пошли, Хилвард снова Медведь, медведь, медведь Ну Соник, ну блин, как же, как же криво местами Все, ой-ой-ой Диспелл неплохой Медведь от контроля Медведь от контроля О, стал хороший Медведь у нас страдает Нет, от контроля Дирижабли Ну что такое? Ладно, у него медведи скоро тоже пойдут Минус один, может быть Минус один Соник, спасай, ну Мишку Ну Мишка, спасай У тебя дирижабли висит Спрячь этого медведя А-а-а, медведь справа падает Да ладно Да ладно Нееет 46-38 И там у нас Арчи убивают Короче, выходим Блин Ну Соник, ну ёпараса ты Это кэгэшечка, друзья Револьвер не стал на основнике Не знаю, не знаю У нас нету Арбис Кэгэр Дуринов поддержал ваш канал На 100 рублей и сообщает Бобрый вечер Привет Я затащит по-любому Ха-ха Светоключение Там чистый лимит 50 Арбайс Пайпа работает Медведи плюс 3 Просто у врага Почему я белый, говорит Нью Хоуп Время не прошло после регистрации Ты молодой беляк Неопытный Создаешь много вопросов От незнания, видишь Ну ладно Соник старается контролить Но уже поздновато контролить Ну Соник мог тиснуть пайпу Если бы не зевнул Момент криппинга Он видимо Ну он был занят Он параллельно криппился же Это мы смотрели в этом месте Типа Стоит Деван Хантер Ничего не делает Противник делает Ну начинает крипиться И мы такие Что такое? Почему он не бежит? Он же в другом месте был Кликал Ай Снайпер говорит Кто такой револьвер И где он ставит? Я думаю, что мы не будем рекламировать Площадки для ставок По крайней мере, пока нам не заплатят За это бесстыдное дело Вот можете в личке у револьвера Спросите, если хотите А кто такой револьвер? Ну Револьвер — это легенда Легенда Варкрафта Легенда Старкрафта Человек, который Мог выпутаться И попасть и выпутаться Из любой ситуации Вот Ну сейчас он повзрослел Все, он серьезный человек Но его азарт был известен еще давно Начиная с фразы «Какая гидра, я богат?» Которая стала притчей Мы смотрели какой-то матч по Старику На которую он сделал ставку И Гидру Штормили, кажется, она умирала Я это отметил Он говорит «Какая гидра, я богат?» Это было очень искренно Спаривал сухой стандарт Никакого шага влево по страте А Соник столько вон всего навыдумывал Ну а что он здесь навыдумывал? Тролля купил, инвиз сделал Револьвер еще, кажется, стримы слушал Ставки делал 3-2-2-шные тоже Машнил, естественно Кажется, за кого-то играл еще Ну то есть он сделал все, что только можно было сделать Чтобы запомниться Может быть, когда-нибудь револьвер напишет Или расскажет эти интересные истории Потому что за сроком давности все равно никто не привлечет Устанет его фраза «Паша, убери говно» Да, от старшего брата Да Хавалайн, привет Вот Хавалайн может при револьвере наверняка что-то рассказать А еще револьвер негр вечно мажет в Экскоме Все машнили, вы вообще-то де-факто ГГ проиграли, но отдаете Аберу Так мы же отдали, а потом он вернул Уже же все Сто лет назад Не в курсе, что ли? У Леши спроси Чиглы не знают легенду Посмотрим Интервью слегка Добрый день, DreamHack Москова Второй день И с нами чудесный игрок, замечательный человек и великий тролль Револьвер Привет Привет Это было очень давно Второй день ты уже не продолжаешь игру на турнире Расскажи про свое участие С кем ты играл? Как вылетел? Не продолжаю Второй день ты не продолжаешь свое участие на турнире Не тролль тот еще Это DreamHack Москова 2014 Блин, Ревыч такой мелкий Вырубите плейс, вырубите, да господи Подожди, подожди На самом деле было желание влепить на спайрл Она что-то передумала, очевидно зря Что там джойстик в последнее время Так, Револьвер просит выключить, я оставлю специально Какой молодой, смотрите Револьвер Семь лет прошло Вроде он там играл одни темы Если он сыграл по-другому Причем, самое смешное, что тема, к которой я готовился Он сыграл по-зверга Смешной сейчас будет Ого! Ничего себе! Вы слышали? Блин, не тронг или сдерживаются? Сложно подстроиться под чувака Вот, и, ну, пролынил меня дважды Да Дальше там играл с перегровку с топ-мастером, зергом Там выиграл Но вышел со второго места, что плохо Потому что у меня во второй групповой стадии получается два корейца Неплохо Неплохо Насколько я помню, во второй групповой стадии у тебя был джагджи, ММА и жирный Да, и качок И качок жирный, это сливка, ведьма Во второй групповой сидим в ресторане, кушаем пиццу За средним столиком сидит сливка Так Сидим, кушаем Ну, вроде все хорошо Сливка орет на весь ресторан Револьвер Пи-пи-пи Ну, типа Интервью, все дела Ага Я спрашиваю, что такое? Что случилось? Сливка говорит Посмотри, наша группа Открываем Подождите Перерыв, вдруг микрофон выключен Не, все в порядке, все в порядке Включен нормально Все ликвид И у нас там со сливкой ММА и джагджи Класс Ну, как-то Мораль резко упала А, то есть он тебе кричал, когда еще неизвестно было, да? Ой, в смысле, ты не знал? Я не знал Ага, понятно Ну, мораль резко упала Ну, вы как-то там, может, договорились между собой, что вы там легко двух корейцев отправляете домой? Не, ну, вы видели, конечно, да? Типа берешь ММА, я беру джагджи, да? Встречаемся в финале Поделили Поделили Ну, так мы выиграли и поделили, как вот это давай получается Путевка Петербурга и Магнитогорск ответственно Ты сильно расспрос? Да Ну, как бы не то, чтобы прям сильно, потому что, ну, это немножко рандома, да, есть на таком турнире, что может попасться группа, там, а-ля Пейшнс, Фраер, ДМС и Кинкобра Ну, сильная группа, но... Подожди, это вторая групповая, да? Вторая групповая Шансы есть А может, опасная группа с МММ и Джагджа? Ну, вообще, то есть, объективно оценивая свои силы, ты когда ехал на турнир, у тебя были какие-то представления, там, в какую стадию ты должен пройти, там, какой-то минимум, там, кому проиграешь, кого выиграешь, но всегда же есть что-то... Я надеялся, что во второй группой будет хотя бы, ну, один кореец-тиран, ну, еще терпимо. Их всего на турнире три. И так получилось, что у меня два из трех. Угу. Стиранами сложнее всего? Ээээ... Так, давайте посмотрим. Корейскими тиранами. Ну, да. Да. Я и потому, что корейские зерги и корейские протусы, они полегче? Корейские тосы, смотря какой стиль. Если они пытаются выйти в макро или какие-то, ну, разные тосы бывают. Макро-тосы, которые сейчас многие в Корее, там, форжа-три-нексуса, они катабельные. А лыновые тосы, они самые сложные, которые, там, блин-пуши и ма-пуши. И понимаете, вот, посмотрите, Ревыч, казалось бы, тролль, казалось бы, мы, там, при любом удобном случае его, там, переподписан три месяца. Спасибо за переподписку, там, еще подарки. Но обратите внимание, товарищ, соображающий, 2014 год. Посмотрите, как он отвечает, посмотрите, как он, как у него глаза двигаются. То есть, я возвращаюсь к мысли о том, что даже если ты при топ, ну, ты не можешь быть вообще человеком недалеким. Ты сюда бы просто не дошел. И не трошь, а тоже, несмотря на то, что он такой веселый, типа, раздолбай, он, на самом деле, очень умный парень. И этим мне, конечно, нравятся стратегии, потому что тут, как бы, залетных-то нет. Очень сложно. Ну, ладно, твое выступление окончено. Теперь дальше тренироваться, новые цели, новые турниры. Ну, да, буду готовиться к DreamHack'у в Стокгольм. Не уверен, что поеду, но посмотрим. А как ты тренишься? То есть, ты просто как по старинке задрачиваешь ладдер или есть там какие-то кастомки с секретными игроками? Я играю кастомы и ладдер играю. То есть, когда нужно подготовиться к комнате-турниру, там, онлайн-капу, там, какие-то финалы месяца, я знаю своего противника, да, и стараюсь играть кастомы с нужным разом. О, Фраер зашел, говорит, с нас встречается, видел его. Да, Фраер, привет. Блин, хотя Алиска не пропустила из-за вступительного этого его междометия. Такие, все, динозавры подтянулись, ребят, динозавры. Скоро вернемся к игре, давайте досмотрим интервьюшку. Кто вообще претендует на, там, не знаю, топ-8, может быть. Ну, кто из нынешних игроков самый сильный и кто должен победить, если сюрпризов не будет. Кстати, там Хэппи есть еще. Йода, Пэйшенс и Ихьян, наверное. Ну, там корейцы. Это был финал Дримхака мировой в Москве. У него по сетке вроде будет Йода в полуфинале. Скорее всего, Йода его забреет. Ну, Йода или ММА, мне кажется, что снуть не пройдет. А что ты можешь сказать по самому турниру? Это первый Дримхак в России. Ты, насколько я знаю, будь часто он на разных зарубежных турнирах. И, в принципе, тебе есть с чем сравнивать. Вот как вот именно со стороны игрока все условия и тому подобное. Ну, похоже на Валенсию, на Бухарест. Также игровая зона расположена сбоку от сцены. О, Мэлсторм еще пришел. И это отвлекает от игры зачастую. Ну, в принципе, на 3-м Дримхак уже подстраиваешься, не так сильно отвлекаешься на шум. О, пожалуйста, профессиональный игрок, Старкрафт 2. Третий Дримхак у него. Валенсии попроще. Сейчас еще и... Киберкотлетой, что ли, был? Строительные наушники прикупил до верности. Тут как раз стройка неподалеку. А как зритель, ты успел походить, посмотреть, что есть какие-то другие игры? Может, за Дотой следишь там или за... За Мэлстормом следит. ...косплейщица. О! Да нет, пообщались там с чуваками. Вообще. Даже не моргнул. Даже глазом не повел по поводу... Нейтрон попытался, девчонок-косплейщиц, но револьвера так не проведешь вообще. Он... Просто... Давайте. Давайте к игре. Болеем за Соника. Удачи ему. Молодец. Там уже третья минута игры идет. В смысле третья минута? Только-только началась третья, только герой вышел. И че? Я реквестирую в паузах новые интервьюшечки. Короче, вот это кусочек револьвера. Для щеглов, которые спрашивают, кто такой револьвер. Вот, фраер появился тоже. Кажется, у них терки какие-то срева, чем были, насколько я помню. У-у-у-у. Суровый киберспорт. Дай нам вебку Соника. Ну, видите, почему я не люблю чатик туда-сюда переносить? То с одной стороны у них игрок, то с другой. То помещается, то не помещается, блин. Да ну нафиг. Фраер из-за меня не стал европейским Сэролом. О, да, он может. Битовый риск. Угу. 14 хитов, о, димки. Дико, дико, дико. Предметы, конечно, вообще стрёмные. Что у одного, что у второго. Какая-то непонятная мантия. Но Соник выключает... А как так получилось? Что вроде как мы крепили одно и то же. А, Соник взял еще зеленую рядышком. Хайдится. Где твои манерсы, бро? Где твои манерсы? Мануэллы, а бы как, строятся. Ну, в плане тайминга. В плане тайминга криво они строятся. Как будто он завтыкался вторым мануэлом и... Начал делать второй, третий, почти в одно и то же время. Да. Соник такой классный в этом гриме. Соник ответственно подходит ко всему. Кто-то может сказать, и уже говорили даже, вот злые языки, они такие. Они вот-вот. А че он такой? Лучше бы потренировался. Лучше там это самое. Испанский стыд. Ну, хорошо, что сейчас мы этих товарищей кого-то перебанили. Кого-то уже подучили, что так говорить не стоит. Вот. Соник молодец. Развлекает нас. И при этом еще играет. Лучше, чем почти любой эксперт в чате. Но я почти сказал, потому что Сокол в чатике. А учитывая Сокола и Соника, я думаю, что у Сокола есть шансы убить эльфов. Если могила выпадет. Плюс шесть инты. Две, говорит, Агилы надо вернуть. Опять Нага выходит. Ну, как Нага выходит-то? А, это не наша Нага. Наша отлично вышла. Вот это поворот. Так, кто там на Соника ставил? Молодцы. Ой, там такой демон. Не, ну тут завтыкала Спайрол. Он не оценил правильно, неправильно распределил урон. Передал телепорт Наге. А надо было на самом деле прожимать ТП уже Димкой. Димка получила моноберн. Димка умер третьего уровня. До свидания. Сейчас попытка еще выкупить его в таверне. Это очень дорого. Восстанавливается сейчас. Да это был просто тупо недорасчет. Нага подставляется. У-у-у-у. Мана Берн. Мана Берн. О май гад был. Олень чуть не подблочил. Где-то... Я бы вышел. Вот реально. Просто... Ливай ТВ. Е-мое. Так. Мы возвращаемся. А что там по просветке? Две арчи еще. Красный можно забрать. У-у-у-у. Минус одна. У-у-у. Минус вторая. Класс. Все. Не, не пери это самое. Не... Не жадничай. Возвращаемся. Все лечимся. Диференс. Интотал. Экспириенс. Двести пятьдесят. Круто. И минус ресурсы. И минус инициатива. Соник. Что называется. Он файр. А куда у нас пошли... Что это такое? А, у него Хантерс Холл нет. А куда он идет? А, он с Шреддером будет пушить? Что это такое? Что это ты делаешь? Ты серьезно хочешь после этого еще кого-то пропушить? Что? Не, забейте. Спайр вообще не понимает, что происходит. У него лимита, конечно, чуть побольше из-за того, что Соник там Т3, Лорница и Хантерс Холл. Но пушить после того, как ты двух героев сдал и две арчи отдал. Арчами причем пушить. Это такая прохлада. Арк Тонс, привет. Это чушь, а не Шреддер Пуш. Это просто настолько нелепая вещь. Настолько нелепая, насколько только возможно. То есть ты теряешь 14 лимита и думаешь пропушить еще человека. Соник видит, говорит, вот это наглость, думает. Нифига б себе. Еще виспов с собой взял со Шреддером. Больной совсем, что ли? Ага. Оп, делает АОФ. Соник куда идет? Я не понимаю. Соник, не отдавайся. Ты чего? Что ты делаешь? Я не понимаю. Может, он вытаскивает, чтобы сделать телепорт и отменить деревья? Да, в этом есть смысл. Ну, блин, так жалко, так жалко Арчей было. Ладно, мы отменим этот, этот магазин. Риджу вы пошли. Камень маны тоже такой. Ну, Арчи подлечи, ну что ты такие? Они же красные, ты посмотри, какие... Да неприличие красные Арчи. Чего происходит? Все, Арбу взял. Может, даже Наге надо Арбу передать. Потому что не факт, что Димка здесь нормально будет рваться. Хотя у него предметы есть. Ему бы ботинки передать от Наги. Уже сейчас Наге своей не нужны ботинки. Ладно, у нас Т3 есть. Арбу взяли. Где грейд на медведей? Форкет неплохой, Берн просто пропускает. Спайрл. Да, видите, Арбу передал Наге. А что по грейду-то у нас? Будет у нас грейд? Зачем тебе медведь? Сделай грейд. У-у-у, Соник, 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 аккуратненько, аккуратненько. Все. А, уже есть грейд на медведей. Ну, все, это конечный тогда. Все нормально. Медведи с Риджувом. Соник отконтраливает у Спайрл. Окно возможности закрыт. Правильно, Вайтс. Четвертый Дима. Став на медведя. Арчи подрезаются. Медведя жалко с маной терять вот такого. Ладно, это первый медведь минус. Я бы вышел. Вот сейчас точно надо выходить уже. Димка пытается вытанковать, но это ГГ. Один-один. Валидольненько, валидольненько. Ну, такой подарок был от Спайрла. Соник показывает свой скилл. Мужик. Красава. Просто красава. Ля какой. Тейка, а? Вот если бы он был холостой, какой мужчина, а? Мужчина-эльф. Ну, скажи честно, ты бы не устояла перед таким гусаром, а? И скиллуха. И харизма. Он не холостой, а все еще мужчина. А, вот так вот. То есть это такой подход. Понятненько. Тейк и устоял в одном предложении. Да. Там было бы предложение, да? И точно бы не устояло. Ну, а кто бы устоял? Вы видели, какой? Какой красавчик. Знаем мы этих мужчин-эльфов. Сами спать на 10 тысяч лет, а ты рощу защищай. Ну, тебе приходится с козлом мутить тогда. Ну, либо, как мы знаем по компании, либо ты патма, и, соответственно, вынужденно мутишь с козлом. Либо ты Варден, который присматривает за этим спящим, вечно спящим мужиком. Риком говорит, а прикинь, что Соник как безликий прикрывается типа человека внутри такой синий и темно-эльфийский. Вполне вероятно. Мистер Артист. Беляк новый появляется в чате. Добро пожаловать на ГГ. Прощеглим, подарим подписку. Заходите. Завтра у нас МКЛ, кстати. И Дримхак, и Икском, и МКЛ. МКЛ, это меняемся к лучшему. Серия трансляций по сайту. Обычно идет... Аспирант подарил один премиум. Спасибо, Аспирант, за подписку как раз артисту подаренную. И завтра у нас для вас есть серия новых фич на ГГМ. Так что приходите. Ориентировочно мы стартанем часов в шесть. Я перенесу трансляцию на час для того, чтобы успеть на Дримхак. Потому что Дримхак будет у нас идти до конца недели. И... Ну тут что ж поделать. Будем смотреть. О, короткое интервью с Вирдосом. О, Вирдос. Это другая легенда киберспорта, друзья. Это прям топовая. О. Привет, с вами Нейтрон и Верди. Это где-то... А, да. Я думал, что на пару-тройку лет назад. Вон. Год Хант, рок-скисовская форма, Вирдос. Вирдос — это легенда. Вирдос — это человек, с одной стороны, из интеллигентной семьи, воспитанный, приятный. Музыкальное начальное образование у него есть. Соответственно, никнейм он выбрал тоже из-за Джузеппа Верди. Из-за известного, не помню откуда, музыканта, к сожалению. Вот. Он начал с Варика. Вот. Но Вирдос — личность противоречивая. Он, как и любой человек, который обладает умом, периодически проверяет границы дозволенного. Особенно вот в период... Ну, в киберспорте, как бы, люди, как правило, амбициозные. Вот. И здесь... В общем, бывало так, что Вирдос, например... Аспиран подарил один премиум. Ну, короче, про комментаторов из К2ТВшных вы помните историю. Про то, что он делал... Говорил, что он буквально делал. То есть он справлял нужду им вот прям туда. Вот. Это самый известный трэш-ток от Вирдоса. На самом деле, видите, очень воспитанный молодой человек, приятный. Приятный, умный. Красава. Слушай. Все, наверное, слышали о нем в интернете, видели, как он выиграл Братка в группе. И он еще не вылетел с турнира, он продолжает свой путь. И что ты вообще, что ты думаешь о том, какая группа тебе попалась? Как вообще в ЭЦГ тебе? Так я вылетел с турнира. Ты вылетел? Кому-то пройдет. Я вылетел. Он еще так удивился, но не стал перебивать. Смотрите. На взгляд Вирдоса. Сейчас, подождите. Нет, этот взгляд. Чуть позже будет. Я вылетел с турнира. Что ты несешь? Уже собрался, девайс и запаковал. Готов валить. Это ВДНХ, кстати, Москва. Он продолжает свой путь. И что ты вообще... Вот этот взгляд продолжает свой путь. Домой. Он еще не вылетел с турнира. Он продолжает свой путь. Типа ты что вообще? Что ты вообще думаешь о том, какая группа тебе попалась? Как вообще в ЭЦГ тебе? Так я вылетел с турнира. Ты вылетел? Кому ты проиграл? Проиграл против Арестева. Блин, извини. Я просто наблюдал за тем, как проигрывал браток, поэтому был не в теме. Скажи, как ты выиграл братка? Это было легко в группе? Кирилл и Нокс подарил один премиум. О, Тейтерент дарит. Ну, это было довольно легко, потому что, в принципе, матчап сбалансированный. Ну, как сказать. Тот, кто чувствует, что может победить, тот может победить в этом матчапе. Я чувствовал, что могу победить. Я победил. Молодец. Ну, это уже, в принципе, неплохо. А что случилось в играх с Арестеву? Как ты проиграл? Расскажи, пожалуйста. Ну, вот с Арестеву таких ощущений не было. Ну, во-первых, как бы, с зергами вообще, то есть, надо их, ну, либо убивать вообще, то есть, без шансов, да, либо по-другому это уже, ну, преимущества нет в скилле. Вот. Привет, привет. О, там Брюс на заднем плане. Привет. Ты сильно расстроился вообще? Вот ты ехал на турнир за какими-то эмоциями от игры или увидеть вживую всех, кого ты троллил в интернете, или вот ты ехал именно побеждать. Вот. Чего ты ждал и что получилось? Вот. Какие итоги? Старый добрый хардкорный интервью. Я просто самого начала знал, что если я с Арестеву попадусь, я вылечу из турнира. И так и произошло. То есть тебя погубило твои мысли, можно сказать, потому что Арестеву-то вроде не самый топовый игрок. Ну да, фактически меня погубили мысли. Какие у тебя планы на дальнейший, ну, то есть, на конец года, на следующий, то есть, вот, слышал в интервью, ты говорил, что ты собрался в Dota 2 играть? Ну, в Dota 2 там не все так просто, то есть, с одной стороны, игра мне действительно интересна, но нужна команда, то есть, пять человек, которые... Да ладно. ...с которыми было бы хорошо играть, то есть... Да не обязательно. ...как работать и так далее, с которыми можно было бы достигать результатов. Ясно. Ну ладно, ты тогда... Чей подарил один премиум. ...бережим за всеми остальными играми, пожелаем тебе удачи, вот, не матерись в интернете, пока. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, хорошо вообще. Не матерись. Ну, обстановка на Ланах была, конечно, безусловно, классная, то есть, представляете, особенно на ВЦГ вы раз в год встречаетесь, там до этого какие-то есть терки, какие-то там интересные истории, и тут приезжает вердос, и как его не трон, не потроллит, а? Концентрация скилла на ВЦГ всегда очень высокая Там все друг другу дарят Какие все молодцы, а? Спасибо большое за подарки подписок Третья решающая игра второго матча сегодняшнего Дримхака Продолжаем смотреть Соник играет против Спайрала И артефакты у Соника, конечно, просто а-ха-в-е Не очень хорошие Теперь глупый вопрос, как включить прям Там, скорее всего, придется обновить страничку, чтобы сразу у тебя статус участника Все обновилось Потому что не везде у нас технологии такие без обновления страниц Хотя, опять же, на МКЛ завтра будем показывать вам предварительно, правда, кривую Но новую страницу канала, которая уже на обновленном движке Которая быстро загружается с новым плеером Ее можно, опять же, тыкнуть, включить бета-профили Но пока что рановато Потому что там сверстка все еще проблема Вебка, говорит Джон Коннор Что с вебкой? Вебка на месте, я проверил Никто ее не утащил, коты, ничего Она выключена, естественно, но и не предполагается, что она должна быть включена Вот Ирэн стала бобром Обновила статус, хотелось бы в паспорте, но пока только в чате Да Чатик перестав Блин, как же вы... Как же вы меня с этим чатом достали, господи, господи Да удали чат, Михаил, не нужен на экране Для истории чатик очень хорошо заходит, особенно для записи на ютубе Мы там оставляем частичку ГГ Сделаю уже чат Рутони, чтобы исчезал Рутони, кстати, спасибо, он мне давным-давно выделил ключик на чат И мы с ним встретимся на стримфесте, кстати Если кто-то на стримфест приедет Надеюсь, что приедут Во-первых, вас ждет отличный стенд ГГ Уже мы отправили... Ну, согласовали макеты с партнером Мы делаем мерч, как и планировали Мы встретимся с ГГшными стримерами Ну, кто там приедет, соответственно Будет Мантич точно Будет Ютон Будет Скэтмен Наверняка еще много кто Просто я не знаю, кто точно Да, красиво сейчас вытащил спайрл нагу Потому что была откровенная западня на таверне Из трех арчей Когда и где горит байк? Под плеером есть ссылочка на билеты на стримфест Это в начале августа 7-8-го То есть на следующей неделе мы уже едем в Москву на стримфест А еще тех людей, которые приедут Ждут мини-шоу-матчи По самым разным, но известным вам играм Мы будем приглашать всех желающих, кто придет на стенд ГГ Посоревноваться со стримерами В шоу-матчах И на это даже выделен призовой фонд из киберспортивного фонда Так что вы в случае победы с легкостью отобьете билет на стримфест Рекомендую приходить Ну потому что там минималка будет 3000 рублей, я думаю, за матч А то и больше Мы с вами за два дня разыграем, я думаю, минимум 100 тысяч Поэтому приходите Ну и, конечно же, будет оттуда стрим Идти с двух грани И, ой-ой-ой, опасный момент Соник, ну что ты отдаешь-то? Блин, Арчу на рунном месте Там такую Димка затаренный Короче, здесь ничего не сделать с вражеским Демон Хантером К сожалению, Соник Соник проигрывает Все, минус Нага Уже все Блин Шо, матч под джаз-дэнсу не сделает Откуда ты знаешь? Тебе даже конференции нет Ты же даже не знаешь список игр Да Статов миллион Гогел Иванович говорит Вот Соник за аутентичность Почему ты, когда в X-Home превозмогаешь Не перевоплощаешься в истинного чумандру Боевого облачения с трупом сектоида за спиной И хватает времени и креативности и смелости На такой контент Я сердцем джаз-дэнс чувствую, его нет Вообще его можно сделать было Если бы ты приехала, могли бы сделать джаз-дэнс Еще, кстати, не поздно Но если вы стример, гудгеймовский Особенно если премиум стример Напишите мне Во-первых, вам полагается бесплатный мерч на StreamFest А мы делаем прекрасные футболочки С новыми принтами И очень хорошего качества Не экономим на нанесении Не экономим на качестве материала Вот, поэтому Классные футболки будут Там футболка, как билет на StreamFest стоит Так что еще есть возможность Вся информация под плеером Сонику нужно затягивать Он должен тянуться до третьего уровня Пытаться как-то вытерпеть А качество ковриков не повысили А чем коврики плохие были в прошлой Это что, Деспони? Я не уверен, что мы делаем все-таки коврики в этот раз То есть вроде как планировали Но я этот процесс не контролирую Коврики очень кайфовые, но маленькие Но они больше стандартных, конечно Но... Я вообще сижу с ковром, который метр просто по... Метр на 30 где-то Всегда тоже хочу на StreamFest мерчем затариться Ну, для зрителей Для синевиков типичных Ну, не для премиум-стримеров Мы мерч будем продавать Лу-Джин, здравствуй Тяжелая ситуация Я не знаю, почему Соник при этом еще агрессивничает Вот какая здесь логика Зачем ты лезешь на человека, у которого третий Дима? Иногда... Блин А премиум-стримерам посылку можете выслать? А некоторые премиум-стримеры обещали приехать в гости Как бы, насколько мне известно Ковид уже не должен препятствовать вашему путешествию в Россию Константин Зимин говорит Коврики отличные, мне Михаил вручил лично, было очень приятно Спасибо Спасибо, Константин Ну, с ковриками сложно напортачить Они как бы... Принт проверенный Тряпка всегда в цене Она практичная, ее можно постирать Она работает как бы с мышками с любыми Тряпки топ Время показало, что пластиковые ковры и стеклянные ковры, которые в определенный момент были довольно популярными, они все равно в массе проигрывают хорошие тряпки Книгов такого нет пока что Мы согласовывали макеты Там есть одна футболочка со щеглом Другая с упырем А третья, самая моя любимая, и так сойдет С альтер-рега Фибоначчи Что за образ у Соника? Он эльф Он темный эльф, ночной эльф Он сделал ухо, он разукрасил наполовинку Блин, как же тяжело Лизуриус поддержал ваш канал на стабле и сообщает И Михаил с нами А еще мы договорились о дешевых ПЦР тестах по промокоду фестивал Все детали в ВК группе стримфеста Вот, пожалуйста, сам Михаил Лисецкий пришел. Сам главный организатор, создатель этого фестиваля, на который в прошлый раз, кажется, пришло тысяч пять человек, учитывая платный вход. Это очень круто. Михаил, держись. Спасибо тебе за труд. Там работает трындец, конечно. Как же тяжело Сонику еще. Еще тяжелее, чем Лиссориусу здесь. Соник, он не вовремя делает свиток. Телепортируется. Минус медведь. Да! Ой, хорошо! Вот это шанс. Димку отдал. Димку отдал на ровном месте Спайрл. Хорош. Если можно, попроси Соника рисовать на другой стороне лица. У него свет именно с другой стороны поставлен. Да. Блин, Соник пытается артефакт выбить. Но... Но нет, нельзя, 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 нельзя! Сейчас будет Крипджек и конец игры. Ой-яй-яй. Добивает. Что-то берет, что-то берет. Какой? Минус... Ну, короче, инта. Минус три арчи. Ну, вроде как правильное действие. Но противник очень быстро выкупил... Выкупил портал. Делает ТПМ. Ай-яй-яй. И Варт решает, возможно, поэтому четко Спайрл побежал. Красную точку собирает. Он успеет собрать. О, Армияныч, привет. Там откровенного, конечно, дерзит Сокол. Он в чате сейчас договаривается с кем-то другим играть в PUBG. Представляете? Хорошая аура. Успеет ли Соник забрать свою? Быстрее, быстрее, быстрее. Ну, разница по XP, конечно, колоссальная. Да, это GG, друзья. О, нет. И сейчас артефакт. Блин, Сонику жалко. Соник старается, контролит по лицу. Видно, что он прям все... Ну, а толк? 80 лимита на 52. Серьезный вопрос. А правда джаз-дэнс будет, если я приеду? Если ты возьмешь на себя организацию, потому что специалистов у нас по джаз-дэнсу нет. Но мы сможем выделить призовой. Я думаю, что Ники Чарридж будет очень рад, если часть активности будет по джаз-дэнсу. Да и у нас, кажется, еще четвертая грань такая полусвободная, так что ты можешь ее оккупировать спокойно. Давай, тейкэпс. Добавляйся, пиши в телегу, я тебя в это добавлю в группу. И все сделаем. Соника жалко. Ну ладно, у нас есть лазера еще. Эльфийская дикая поножовщина. Там уже пятый Дима, у нас третий. Мы дико позади. Мы умираем, пишем ГГ, выходим. Эх! ГГ. Да, Спайрл в прошлом Орк показывает, что эльфы... Довольно халявная раса. А творческий вечер будет на стрим-фесте? Вряд ли. Витя не едет. Паш тоже. Если Дагфакс будет, можно было бы что-нибудь попеть. Спайрл, very convincing here, against... who's a seasoned veteran in Sonic. So, very excited for his next match.